В конце августа 1918 года председатель военной инспекции Подвойский получил долгожданную телеграмму «Путь до Царицына освобожден. Пароходное движение восстановлено. Центр восстания горит, занят советскими войсками. Подписал телеграмму исполняющий обязанности председателя военной секции Георгий Базимов. Я недругов своих прощаю и даже иногда жалею, а спорить с ними не желаю, поскольку в споре одолею». Детство и юность Базилевича прошли в старинном русском городе Новгород-Северском на правом берегу Десны. Большой красивый дом на главной улице рядом с триумфальной аркой, построенной к визиту в город Екатерины Великой. Такими были его самые первые детские воспоминания. Старшие братья Георгия окончили бурсу, после чего один из них учился в духовной семинарии, а другой в юнкерском училище. Что же касается самого Георгия, то он окончил гимназию, после чего стал курсантом Киевского военного училища. В 1913-м был произведен в «Подпоручике». Потом были Первая мировая война и бои под Кюссеном. Владимир в четвертой степени с мечами и бантом, и Станислав в второй степени. Георгий и Георгиевское золотое оружие. В 1915-м Георгий Базилевич обвенчался с Ольгой Васильевной Васильевой. Между тем, время не стояло на месте. И в марте 1917-го года Георгий Базилевич уже был подполковником. А еще через несколько месяцев был ранен бомбой, брошенной с немецкого аэроплана. И некоторое время, пролежав в госпитале, отправился в Москву. Все госпитали в Москве были переполнены. И выхаживать раненого пришлось жене. К весне 1918-го Базилевич окреп, смог встать на ноги. А 29-го апреля прошел комиссию, который был признан совершенно негодным к военной службе и уволен. Уже к концу мая Базилевич спрятал заключение врачей и пошел записываться в образцовый советский полк особого назначения. Потом были Южный фронт и бой под Борисоглебском, который стал первым боем Базилевича в рядах Красной Армии, оборона Царицына и командные курсы РКК, назначение на должность командующего Северокавказским военным округом и служба на такой же должности в другом округе Харьковском. Летом 1927-го судьба привела Георгия Базилевича на Волгу, в Самару. Новый командующий при Волжском военном округе был назначен на эту должность 1 июля 1927 года. Именно тогда семья Базилевичей приехала в Самару. Округ был огромным. Он включал в себя по Волжские губернии, по обоим берегам реки, от Киншмы до Астрахани и всю территорию Заволжья вплоть до Урала. На территории округа находились полигоны, военные школы и еще многие другие учреждения, которые тоже входили в ведомство командующего округа. К тому же это был период введения военной реформы, начата еще в 1924 году Михаилом Васильевичем Фрунзе. Менялась все. Структура армии, методика подготовки и воспитания войск и многое другое. Для успешного проведения реформы от командующих округами требовался большой организаторский опыт и вдумчивый подход к решению вопросов и проблем, стоявших перед армией. Но это было еще не все. Потому что время, когда Базилевич был назначен командующим Приволжским военным округом, было временем коллективизации и раскулачивания. Люди, совсем недавно пережившие чудовищный голод, едва-едва почувствовали радость, что значит вырастить и засыпать в свои собственные закрома пшеницу, рожь, овес, горячиху. И тут колхозы. Хлеб сдай государству, а коня и корову сведи на общий колхозный двор. 16 июля 1928 года Реввоенсовет Республики издал указ об увольнении из армии всех социально чуждых элементов, которым причислялись и сыновья кулаков. А в результате часто очень плохо понимавшие по-русски новобранцы никак не могли взять в толк, почему их вчерашний командир заходил сегодня в пропускной пункт, где сдавал документы и выходил оттуда ни на кого не глядя. И будучи уже никаким не командиром, а социально чуждым элементом, отделы НКВД выискивали уцелевших в прежних чистках белых офицеров, командиров издаварян, сыновей, священнослужителей. Армия день за днем очищалась от всех, кто сомневался или мог сомневаться в политике партии. А когда из Москвы выслали Троцкого, начались еще и репрессии против троцкистов. В 1930 году возбунтовалась одна из повожских деревень. Крестьяне отказывались вступать в колхоз, бузили. Представитель ОКПУ наставил на применении вооруженной силы. «Я видела, что Жорж был очень угнетен», — вспоминала потом жена Базилевича. Он не привык воевать с безоружными крестьянами, но и отказаться от участия в подавлении бунта тоже не мог. В результате командующий округом сам возглавил отряд. А когда вернулся в Самару, жена узнала, что, прибыв на место, он один, без оружия, отправился на переговоры с восставшими. И ему удалось уговорить крестьян прекратить саботаж. Между тем, пока его отец командовал округом, сын командующего Юра Базилевич учился нырять на Волге. Плавать-то он уже умел, а вот нырять нет. Целые дни с раннего утра мальчишечий батальон под его командованием бултыхался в воде возле пристани. Мальчишки ныряли с мостков. Захотел нырнуть и он, Юра. А для верности попросил дежурящего здесь же солдата привязать его веревкой за ногу и в случае необходимости вытянуть. Солдат то ли от дурости, то ли из желания угодить сыну командующего так и сделал. И вот Юра нырнул, а сильное течение затянуло его под мост. Тогда Юра попытался выплыть на открытую воду, но не смог справиться с течением. Не зная, что делать дальше, он принялся разглядывать водоросли у себя над головой. Уже потом мама рассказала ему, что к ней прибежала женщина, кричавшая «Ваш сын!» утонул. Мама бросилась на берег, но когда увидела у пирса толпу, у нее отнялись ноги, и она упала. Потом, услышав, как несколько голосов кричали «Жив! Жив!», она потеряла сознание. Остались у сына командующего и светлые воспоминания о Самаре. И все они были связаны с собакой. Георгий Дмитриевич был заядлым охотником и приобрел в Самаре щенка шотландского сеттер Гордона по кличке Рок. Для Юры это была любовь с первого взгляда. Рок показал себя на первой же охоте. Едва крупный селезень упал в воду, Рок выпрыгнул из-под лавки в лодке, куда он забился, и пустился в плавь. Быстро и весело добравшись до селезня, он притащил его хозяевам. Увы, когда командующего перевели из Самары в Москву, собаку решено было не брать. В большом городе охотчей собаке делать нечего. Твердо сказал Георгий Дмитриевич. Летом 1938 года на даче Молотова был прием гостей, среди которых был и секретарь комитета обороны Комкор Георгий Дмитриевич Базилевич с женой Ольгой Васильиной. Присутствовавший на приеме вождь предложил тост за Георгия Дмитриевича. По установившемуся обычаю, тот, в честь кого тост был предложен, подходил к Сталину. Поднимая бокал, Сталин обратился к жене Базилевича. «Знаете ли вы, какой ответственный пост занимает ваш муж?» Во Франции подобную работу выполнял маршал Жофр. Это было лето 1938 года. А три месяца спустя, когда Базилевичи обедали, в квартире зазвонила вертушка. Как называли, прямой телефон из Кремля. Георгий Дмитриевич взял трубку, коротко ответил. Потом повесил трубку, сказал, вызывает Берия. Как всегда, перед уходом поцеловал жену и ушел. Вечером пришли с обыском. Старший офицер предупредил, что две комнаты будут опечатаны. И попросил взять необходимые вещи. Ольга Васильевна взяла со стола мужа статуэтку красноармейца и стеклянную чернильницу. А из столовой серебро. Подарок мамы. Потом был обыск, который продолжался довольно долго. Во время обыска домой вернулся сын Базилевича, Юра. Увидев в гардеробе на вешалке шинели, он страшно побледнел, подошел к матери и обнял ее за плечи. Обыск продолжался до утра. Утром сотрудники НКВД вежливо попрощались и ушли, унося с собой узлы с изъятым. Самого Георгия Дмитриевича его близкие уже больше никогда не увидят. В течение нескольких месяцев он будет находиться в Лефортовской тюрьме. А 2 марта 1939 состоится заседание военной коллегии Верховного суда, на которой его приговорят к высшей мере. 3 марта приговор был приведен в исполнение. Они и мы не виноваты. Так говорят большие дни. И в том условны даты. И правы мы, и они. С вами был Михаил Перепелкин.